Всем приветики! В CSGO вышло обновление, в котором добавили меню с мейджером 2011, который пройдет в Стокгольме. И нажав на это меню, у нас открывается такой экран, на котором сразу нас встречает такая красивая бриллиантовая монета этого мейджера. Она очень красиво выглядит, и я, когда ее увидел, сразу же захотел ее себе в инвентарь. Но проблема в том, что, купив пропуск, ведь именно из-за него дают монету, мы получим не бриллиантовую монету, как сейчас видим на экране, а бронзовую. Она не такая красивая, как эта монета. Эта монета очень красивая, на самом деле. А чтобы получить такую монету, нужно совершать правильные прогнозы. Но проблема в том, что я вообще не шарю в киберспорте, и, соответственно, не очень уверен в своих... Ну, прогнозы лично мои вряд ли к чему-то хорошему приведут. Именно поэтому я думаю, что буду ориентироваться на прогнозы ютуберов, стримеров и киберспортсменов, ну и всех, кто в этом шарит. Но, чтобы подстраховаться, я куплю, конечно же, пропуск с сувенирными жетонами. Ну и вот, собственно, я купил уже пропуск с тремя сувенирными жетонами. Потратил я 18 долларов, как они просили, и имею теперь у себя его в инвентаре. Наверное. Да, вот он привелся в инвентаре, и его можно использовать. Конечно же, я его использую, я именно для этого его и купил. И у меня здесь пишет «Активировать пропуск». Нажимаю «Активировать пропуск» и получаю вот такую монету. Как я и говорил, она уже не такая красивая, она бронзовая. А бриллианты, бронза — это разные вещи, конечно же. Ну и вот она в инвентаре у нас есть. Нажимая на нее правой кнопкой мыши, у нас открываются сразу несколько пунктов. У вас есть либо «Отображать этот предмет», и тогда он у вас будет отображаться. У меня он, собственно, сейчас автоматически поставился в отображение над моей аватаркой. Также у вас есть «Выбрать граффити». Вы выбираете граффити какую-нибудь, которая вам нравится. И сможете ей бесконечно пользоваться до тех пор, пока не закончится мейджор. И, соответственно, в любой момент сможете ее поменять в граффити на ту, которую вам захочется. Ну а дальше вы можете либо прямо на этой монете нажимать и переходить в «Воспытание» и «Прогнозы», либо с той меню. Остальное просто открыть «Ичейку инвентаря», изменить случайный выбор. «Ичейку инвентаря» вас перекинет вот сюда, на это меню с остальными монетами. Зайдя сюда, в это меню вы уже видите, что у вас появились испытания. И, собственно, у вас уже есть даже три жетона. Три жетона — это максимум, которых вы одновременно можете держать на руках. Испытание состоит в том, что первое, что вы должны активировать монету до окончания турнира, она у нас активирована, сделать все девять прогнозов на этап претендентов до начала. То есть после начала вы не сможете сделать. Ну и, соответственно, нажимая на это меню, вы перемещаетесь на голосование, и здесь вам надо в течение трех дней сделать голосование. Ну, у меня три, и у вас там будет другое время проголосовать. То есть вы выберете за значок команды и перетаскиваете его куда-то. После чего можете либо изменить свой выбор, удалив оттуда, либо, когда вы уже все сделаете, проголосовать. И вот у вас здесь есть семь голосов снизу и два сверху. Из всех этих девяти голосов у вас должны быть пять правильные. Когда пройдет турнир первый, и появится возможность купить, обменять монету, вернее, жетон, сверниерный жетон на сам сувенирный набор, я это сделаю, у меня освободится один слот. И тогда уже при следующем голосовании, которое будет проходить дальше, только тогда я смогу получить жетон, если правильно проголосую. Но если я всегда буду голосовать неправильно, то я, естественно, не улучшу монету вообще, она такая останется, и, соответственно, я не получу больше жетонов. Внутри у меня уже есть, и я хоть что-то смогу получить за эти жетоны. Ну и, собственно... И здесь вы будете уже делать прогнозы. Как делать прогнозы? Естественно, я, соответственно, вообще не разбираю... Ну, в киберспорте я вообще не шарю, ноль полный. И если я буду делать какие-то прогнозы, я больше чем уверен, что я... Пять верных, какие-то я, может быть, и сделаю, там, два-три прогноза верных. Ну, может, мне супер поведет, я сделаю четыре. Но пять я точно не сделаю. И поэтому просто смотреть ютуберов, стримеров и смотреть, как они проголосовали. И можно либо повторить их прогнозы, либо на основании их прогнозов сделать какие-то свои. То есть я вот, например, посмотрел, что... Я посмотрел на ютубе такую вот картинку. Ну, это, получается, было видео на ютубе. Я уже несколько видео на ютубе посмотрел, штук, по-моему, пять-шесть. И заметил, что у человек трех-четырех вот эта команда с значком Акул у четырех человек была вот здесь именно. И у всех, вообще у всех, кого я посмотрел, у шести... Ну, у всех, сколько я там посмотрел, пять-шесть. У всех снизу обязательно... У всех был Биг команда и вот эта команда с красным значком. Вот эти две были. То есть, получается, их точно можно добавить вниз, двоих. Вот эти два точно были снизу у всех, у кого я смотрел. И вот этот у четверых был в этом... в этом слоте. Ну, а остальные команды, то есть, например, Virtus.pro у кого-то он был здесь, а у кого-то он был вот здесь, на этом месте. У Gunsend у кого-то был, у кого-то вообще его не было. Также этот Face тоже был здесь, а у кого-то на месте Акулы был. Вот это вот красное по-моему, тоже много у кого были, но не у всех. И вот на таком вот... по такому принципу можно посмотреть другие, как бы, других ютуберов, стримеров, посмотреть, у кого много совпадает, что снизу. Ну, лично я так буду делать. Посмотрю разных ютуберов, и у кого большая часть будет совпадать, то тех я и тоже поставлю. Я видел, что получается вот на основании этой картинки уже можно сделать выводы, что вот этот я видел много у кого, у кого-то я даже видел вот эту картинку, но она была всего лишь у одного из Акулы, я посмотрел. У кого-то я видел вот это, вот это, потом Virtus.pro видел, и вот это видел. И... Ну, и это. У кого-то оно здесь, у кого-то... у кого-то снизу. Ну, то есть на удачу вы просто нажимаете сделать прогноз, оно все это запоминает, и вы уже не можете изменить. Но до тех пор, пока вы не сделали, вы можете менять. Менять, ну, свой выбор. То есть, даже если вот выйти и вернуться, оно сохраняется. И вы не можете сделать прогноз, вот оно желтым говорит, пока все не поставите. Когда все поставите, тогда вот у вас станет зеленым. Но пока не поставили, он желтый. И вот, в принципе, я склоняюсь к тому, что вот я много у кого видел, что вот первые два точно у всех были. Много у кого вот эта команда желтая, Энсо, а они здесь, кажется, еще подписаны, Энсо. Потом еще команда Астралис, много у кого-то уже есть снизу. и остальные. У кого-то вот эта команда есть здесь, у кого-то эта команда здесь. Ну, в общем, я еще буду смотреть, кто как ставит свои прогнозы. И просто, ну, естественно, у всех они будут разные, но я посмотрю, как у кого большинство будет сходиться и проголосую просто как большинство, потому что я в этом вообще ноль полный. Соответственно, я могу только рассчитывать на тех, кто в этом шарит. Соответственно, просто буду смотреть ютуберы, сохранять скрины у каждого, кого я видел, и на основании этих скринов потом сделаю вывод. Посмотрю, у кого, ну, как большинство голосует, и, соответственно, я тоже так сделаю. Естественно, если я увижу, например, что у кого-то здесь это, но эта команда Renegades, но она, например, у одного лишь человека, то, естественно, я ставить не буду. А если она будет, например, у человека 10-20, то, естественно, я ее поставлю. Но я еще ее, кстати, не увидел ни у кого, по-моему. Вот. В основном, это Гатсенты, ну, в общем, всех, кого я показывал. У кого-то херойки эти снизу, у кого-то они вот здесь. Так что, я еще буду смотреть и потом сделаю выводы. Но пока что, можно уже вот так вот примерно, примерно так вот спрогнозировать. Вот. Также, после покупки медали, вот этой вот, стокгольмовской в CSGO, мне, я еще, когда зашел в инвентарь, увидел, что мне дали еще 25 смайликов на все команды, получается. Вот они. Астралисы, Энс, ну и все-все. То есть, теперь в Steam я при общении и в чатах смогу использовать смайлики команд. То есть, мне, помимо покупки монеты, еще дали вот столько смайликов. я только сейчас заметил, когда уже вышел из игры. Обратил внимание на то, что много смайликов мне добавили. Ну и вместе со смайликами мне еще дали монету и карточку за покупку. Потому что каждые, по-моему, 15 долларов дают карточку. Я в игре потратил 15 долларов, мне дали карточку за затрату 15 долларов и 25 смайликов команд. Плюс дали еще монету, которую со временем можно будет улучшать. Я, конечно же, рассчитываю на бриллиант. Именно из-за бриллианта я ее и купил. Вот. Такие вот делишки. Кстати, я вот сразу не обратил внимания, а сейчас глянул, оказывается, эти смайлики, которые дали до 8 ноября, их потом заберут. Я думал, они навсегда у меня останутся, а уже обрадовался. Оказывается, нет. Они вот будут у меня до того момента, пока не закончатся соревновательные игры. Как только соревновательные игры заканчиваются, у меня их заберут. Это, конечно же, печально. Но монета останется, и карточка тоже останется. А вот смайлики уже, к сожалению, нет. Также в самой игре пишет время на закрытие прогнозов. Я пока еще так и не сделал прогнозов, еще пока жду. Сделаю в самый последний момент, можно сказать, когда больше будет советов у меня, так сказать. вот. А здесь, как мы видим, первый этап мы уже выполнили. Получается, нам нужно пройти, я посчитал частые вопросы, и оказывается, что монета улучшается через каждые три испытания. То есть, проходя три испытания, мы улучшаем монету. Соответственно, с улучшения монеты получаем сувенирный жетон. максимум за мейджор мы сможем получить три сувенирных жетона. то есть, каждому улучшению монеты. Сейчас она бронзовая, потом серебряная, серебряная, золотая и бриллиантовая. И получается, три раза мы ее улучшаем. И получается, соответственно, вот, еще два испытания до жетона и улучшения монеты. Первое испытание мы уже прошли, активировав монету. Второе испытание мы пройдем, если сделаем правильно прогноз. и третье пройдем опять, если сделаем правильно прогноз. И тогда нам на третьем этапе дадут сувенирный жетон и улучшат монету. А если мы какое-то испытание не сможем пройти, делаем неверно прогноз, тогда, наверное, здесь будет не зеленая галочка, а красная. И, наверное, ну, просто я не знаю, может быть, будет, может, не будет, может, просто оно останется без галочки. И тогда, соответственно, вы уже до бриллиантов. То есть, если вы хотя бы не получите, то тогда вы уже бриллиантовую точно не получите. Соответственно, тогда и монету улучшите не на третьем испытании, а где-нибудь, например, на четвертом. Если, например, вы в каком-то моменте не сможете, например, на втором сможете на третьем, тогда только на четвертом испытании вы улучшите монету. Вот. Так что, даже если вы правильно проголосуете, у вас здесь будет зеленая галочка, что вы прошли этап, то ни монета у вас не улучшится, ни жетон вы не получите. У вас просто как бы ничего не будет. У вас просто засчитается до следующего этапа. А следующий этап будет у вас как раз таки. Когда вы пройдете, тогда у вас будет улучшение. И те, кто покупал просто пропуск, ничего не смогут сделать, смогут просто ждать. А те, кто купил, как я, с жетончиками, уже после первых первых игр, уже смогут потратить жетончик. Когда первая игра свершится, уже тогда можно будет тратить жетончик. И его, естественно, надо будет потратить, чтобы освободить место, потому что три из трех, и нужно будет, чтобы было два из трех, чтобы было, куда получать третий жетончик, когда мы сделаем правильный прогноз. Вот. Ну, а пока что на этом все. Ждем, ждем, ждем время, и потом, когда будет оставаться не два дня, 18 часов, а только 18 часов, тогда я сделаю свой прогнозик. Вот. Ну, а пока что на этом все. Всем покидава. Субтитры сделал DimaTorzok